Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, поделиться с вами своем, по ощущениям, неприятном опыте продажи на вторичном рынке Авито, да? Ну, все знаете эту площадку, это не обязательно там вторичный рынок. Там много чего нового можно взять, также квартиры, там машины. Ну, в общем, вы прекрасно все понимаете, о какой площадке я говорю. В общем, рассказываю. Была у меня камера GoPro 9, которую я уже продал, потому что, ну, мне с ней было некомфортно. Не, мне с ней было комфортно. Ну, по итогу я пришел к тому, что телефон, в принципе, справляется со всеми задачами, которые мне необходимы. И он постоянно со мной. В общем, я остановился на телефоне. И после продажи у меня, после продажи GoPro 9, у меня остался к ней аксессуар. Это зарядное устройство и батарейка. Они абсолютно новые, то есть я ими вообще не пользовался, потому что они ко мне пришли после того, как я продал GoPro 9. То есть там срок доставки был недели или полторы. И, в общем, пока была доставка этих аксессуаров, я в этот момент решил, в общем, избавиться от GoPro 9. Ну, и, в общем, это все было, кстати, в Европе. И у меня остались эти аксессуары. Мне надо было уже выезжать. И я думаю, уже по приезду в Россию я на площадке размещу объявление о продаже. И, соответственно, здесь это все продам. Здесь и рынок больше. И, как бы, быстрее это все продастся у меня. В общем, по приезду размещаю я это объявление. То, что продается аксессуар GoPro 9. Это то есть зарядное устройство. Соответственно, размещаю фотографию, которую я буквально вот-вот сделал. Вот так это все выглядит. Коробка абсолютно новая. То есть нет никаких видов использования. Сама зарядка тоже абсолютно новая. То есть я ей не пользовался. И буквально через 2 часа мне приходят сообщения о том, что у меня хотят это купить. И оформили уже доставку. Кстати, объявление я разместил с возможностью доставки в любой регион. В общем, у меня оформили покупку. Выбрали доставщика в BoxBerry, что удобно. BoxBerry находится у меня на первом этаже. То есть я после получения сообщений написал клиенту то, что я в течение часа отправлю. Ну, я так мало ли с запасом. И через 5-10 минут я уже спустился, ему отправил. И уже по возврату домой написал ему, что все хорошо. Я отправил. Он говорит, о, типа, спасибо, там так быстро. Я говорю, ну да. У меня просто это все рядом. И все. Начинается момент ожидания, когда, то есть посылка доедет до покупателя. Покупатель сам находится в Москве. А я нахожусь в Анапе. То есть, ну, это сколько? Это дней 5, наверное. Ну, грубо говоря, недели. Во время доставки, как бы, у меня волнений никакого не было. Да, то, что оборудование новое отправил тоже нормально, как бы. И все, перешли, так сказать, в состояние ожидания, когда из пункта А в пункт Б доедет сама посылка. То есть себя я чувствую нормально, но, как бы, никакого волнения, ничего такого в плане того, что мне скрывать нечего. Оборудование, ну, действительно, новое, все хорошо. Претензий никаких не должно быть. И просто момент ожидания. То есть состояние ожидания. И в субботу я отправил, по-моему, да, отправил я в воскресенье. И в субботу следующей недели мне приходит уведомление первое, что товар готов к выдаче. И буквально через часа 3 второе уведомление, что клиент забрал товар. Ожидайте там оплату, да, то есть на карточку. Ну, все. Через полчаса там они даются на оформление своих каких-то там этих процессов. И потом они выдают сообщение о том, что берите номер карты, и мы перечислили вам деньги. И через там минут 15-20 мне приходит сообщение, что введите номер карты, мы отправим вам деньги. Я ввожу, в общем, деньги получаю, и все нормально. Думаю, ну, и все как бы. И клиент, я думаю, доволен, потому что, ну, а что там с большой скидкой он получил новую девайс. Ну, а что такого? Это как бы дар божий, можно так сказать. Повезло ему. Проходит, то есть день, все нормально. И на следующий день где-то в обед приходит мне уведомление на телефон, то что клиент оставил отзыв. Я думаю, ну, наверное, там спасибо, там то, что все нормально, товар соответствует заявленному, доставка быстрая. Типа человек быстро отправил в течение 10 минут, типа хорошо общается, все такое. Думаю, ладно, потом прочитаю, потому что, ну, пойду пообедаю, а после обеда почитаю. В общем, пообедал, думаю, ну-ка, прочитаю сообщение, что там написали отзыв. Открываю отзыв, начинаю читать и постепенно такой, фига себе, я еще и крайне остался. Там написано следующее. И вот то, что он пишет. Пишет, что новое и неиспользованное. Ну, действительно, новое и неиспользованное. Ну, мне врать, опять-таки, незачем, да? Зачем мне заявлять одно состояние? А когда он получит, он получит, ну, другое состояние, соответственно, он, конечно, испортит мне статистику своим плохим отзывом моего аккаунта. У меня аккаунт, ну, отличный, да? Вот даже вот сейчас вот возьму. Пример, да? Нужно верить людям. Спасибо за товар. Это одно, да? Один отзыв. Потом заказывал авито доставка. Ковер в отличном состоянии. Отличный продавец, да? Хороший продавец. Умеет торговаться, входит в положение покупателя, но опоздал к назначенному времени. Рекомендую. Но тогда это было зимой, я помню, да? Я помню, это у клиента, это было зимой. И там такая авария случилась на перекрестке. И, в общем, пробка образовалась, а мне до него надо было ехать на такси. И, в общем, за счет этого я как бы опоздал. Но в целом человек остался доволен, да? Потом спасибо. Просто отличный продавец. Отвечает быстро, договорились по цене, встретились. Сделка прошла без проблем. Товар соответствует описанию. Продавца рекомендую. По отзывам у меня аккаунт вообще, ну, хороший. Ну, и мне, да, я всегда как бы то, что есть, то и говорю. И в хорошем состоянии все продаю. То есть, или это неиспользовано, или еще что-то. Иногда, знаете, в порывах какого-то желания ты покупаешь, посмотришь, вот такая. Но, по сути, тебе и не надо. Ты думаешь, ну, ладно, а что делать продавать? Ну, и, в общем, и это не так, что у меня эти отзывы, знаете, там, в течение двух-трех месяцев у меня аккаунт 2015 года. То есть, на протяжении вот долгого периода у меня стабильные, такое, ну, нормальные, нормальные оценки были. Ну, и вот, и вот этот вот челик пишет. Пишет, что новое и неиспользованное. Ну, в общем, я ответил, да, это новое и неиспользованное было. В пункте доставки не открывал, так забрал. Ну, в общем, да, в этом моя грубейшая ошибка, больше доверять не буду. Ну, здесь, как бы, что можно сказать? По факту пришло не в таком виде, как указано в объявлении и на фото. И он прикладывает вот эти вот фотографии. Ну, да, действительно, все, ну, все, мягко говоря, так сказать, все в состоянии перевозки из точки А в точку Б. То есть, свойственно почте, да. Такая, ну, такие вероятности всегда бывают. Такое возможно, да, то, что там будут, ну, небрежно обращаться или еще что-то посылку там кидать с одного места в другое. Там перевозить. Там же не так, что из почты одной сразу идет напрямую вот до доставщика, до почтового отделения доставщика. Она там перегружается транзитами туда-сюда. В общем, ее туда-сюда пихают. И по факту вот он прикладывает такие вот достаточно ужасные фотографии. И пишет в фото коробка вся рваная, пломбы сорваны. Ну, пломбы сорваны, я ее, да, я открыл, то есть, перед отправкой. И вообще, когда я покупал, то есть, посмотреть полностью наличие, что там все в комплекте или нет. И там, опять-таки, там батарея, но убедиться, что она, ну, не вздулась или еще что-то. Ну, я думаю, это как бы нормально убедиться, что там все по наличию присутствует, все исправно, и уже отправить клиенту. Вот если бы она пришла бы вздутая, ему вот он был бы вообще, наверное, максимально недоволен. Сорваны, это вот пломбы, да, чтобы убедиться, там все нормально. Брал в подарок, подарить в таком виде, себя не уважать. Сама зарядка, батарея рабочая. Будьте внимательны с этим продавцом. Ну, и, в общем, вот такой вот отзыв мне он написал, который, ну, практически, ну, не практически, а, ну, соответственно, и испортил мне статистику на моем аккаунте Авито. Это обидно. Обидно, знаете почему? То, что, ладно бы, если была бы моя вина, да, действительно. Ну, отчасти я где-то себя вина, там, считаю. То, что, ну, доверился доставке Боксбера и не упаковал, допустим, эту коробку поверх, ну, какой-нибудь пленкой, там, вот эти пупырчатые или еще что-то. Ну, да, как-то ее защитить и все. Ну, опять, у меня такого и в голове не было, потому что, ну, много раз отправлял через Боксбера и другие компании, да, без коробок, без ничего. Ну, то есть в коробке, в такой вот, как этот, в оригинальной поверх коробки никакой не было и всегда доходило все нормально. А в этот раз, ну, вот так вот случилось. Ну, не знаю, опять-таки я говорю то, что обидно, что со своей стороны я сделал все хорошо. Продал, то есть нормальный качественный товар, заявленный, да, который, но вот именно за моей ответственностью, выходя уже, там вот в Боксбере подвели и доставили клиенту в таком вот состоянии. Его тоже отчасти можно понять, потому что по факту он заказывал одно, а когда пришло ему, он совершенно в другом состоянии. Ну, главное то, что там все как бы работает. Единственная претензия к Боксбере, то, что они так доставляют. Ну, опять-таки, знаете, здесь все такое, знаете, 50 на 50. Боксбере, ну да, там вероятность есть то, что будет роняться посылка еще, она не обязательно в том, в первоначальном состоянии придет. Вот, в общем, вот такая вот история. Виноват кто-нибудь, ну, вот я не знаю, кто виноват в этой истории. Наверное, скорее всего, отчасти Боксбере от большей части. И, конечно, клиента, с одной стороны, понять можно, но с другой стороны, когда он заказывает доставку, то вероятно, что посылка дойдет в помятом состоянии. Это тоже надо как-то, какой-то процент закладывать. Вот, если он этот, как он говорит, для подарка приобретал, то надо было мне сообщить, что, пожалуйста, там упакуй как-нибудь хорошо, потому что я их буду передаривать. Тогда бы я, конечно, ковал бы ее, ну, более тщательно, потому что это как бы подарок. Но, опять-таки, я на этом никогда не заострил внимания, потому что уже были и ни одна, и ни две, и ни три отправлены посылки через Боксбере. Большую часть даже через Боксбере, потому что она, по-моему, дешевле, чем Почта России. И никогда никаких претензий не было. А вот в этот раз вот так вот случилось. И как бы в заключение, что я могу сказать? Упаковывайте посылки как бы лучше. Потому что Боксбере и Почта России вообще транспортные компании, которые занимаются доставкой. В случае вот таких вот казусов, ну, ты им ничего не скажешь, крайним останешься именно, то есть, продавец. А покупатель, его тоже можно понять, потому что он-то ожидает одно, а получает другое. Его тоже как бы не волнует Боксбере это был или я. У него факт его получения плохой вещи есть. И меня как бы тоже понять можно. То, что я-то, по сути, тоже отправил одно. И вот эта вот транзитная зона доставщика, конечно, все испортила. Так что такая вот история. Упаковывайте посылки лучше. Всем счастливо, всем пока. Берегите себя, своих родных. До скорых встреч.